28 августа на ютубе был выложен видеоролик, автор которого, рассматривая Антарктиду при помощи сервиса Google карты, нашел на поверхности континента ряд совершенно необъяснимых аномалий. Ролик посмотрело более 300 тысяч человек, некоторые из которых также пользуются профессиональной версией Google Земля. И эти люди решили проверить все это самостоятельно. Забив в сервис, указанный автором ролика координаты, один из пользователей сайта сделал полноформатное изображение указанной области. При сохранении на компьютер размер изображения будет 2000 на 3000. Вот эти изображения, которые сделал этот пользователь. Номера тут какие-то. Поскольку предположить, что все это естественное образование никому не пришло в голову, американское конспирологическое сообщество стало гадать на предмет, а что же это такое? Первое предложенное объяснение состояло в том, что на спутниковом снимке изображена немецкая полярная станция Кахен. Кахенстейшн – немецкая летняя полярно-исследовательская станция в Антарктике, названная в честь геофизика Хайнца Кахена. Поскольку координаты объектов приблизительно совпадают, а размер черного объекта третий рисунок сверху составляет приблизительно 45 метров на 22 метра, то этот черный объект действительно может быть немецкой полярной станцией. Однако возникает вопрос, а что тогда представляют из себя другие, похожие на огромные антенны объекты? На официальных фото станции Кахен ничего подобного поблизости нет. Вот это, видимо, фото этой станции немецкой. Загадочные объекты, похожие на антенны, размер каждой из которых 100 на 10 метров установлены на линии длиной почти 2 километра. Сооружение по своим масштабам превосходит даже общеизвестный арт. Читаем официальное описание станции Кахен. Станция содержит радиокомнату, столовую, кухню, ванную комнату, две спальни, снегоплавитель, магазин, мастерскую и электростанцию на 100 киловатт. Станция снабжена конвоем из шести буксировочных машин, которые перевозят до 20 тонн каждая. База пополняется два раза в год, принимая одновременно до шести санных поездов. Этот траверс занимает 9-14 дней. На станции могут проживать одновременно до 20 человек. Станция Кахен является логистической базой европейского проекта EPICA, занятого бурением ледяного покрова в Антарктике с целью получить полную документацию по изменениям климата, заархивированную в Антарктическом ледяном покрове. В этом описании, как видим, нет ничего про линию каких-то огромных 100-метровых антенн. Причем, судя по размерам станции, кто построил эту линию непонятно. Даже если эти антенны в готовом виде привозили на санных поездах или на самолетах, монтировать такое сооружение – это не работа для 20 человек. Ну и где толпа этих инженеров жила? В фургончиках на колесах? Или инженеры привезли с собой еще строителей эскимосов, которые по-быстрому соорудили им жилье из снега и льда? Ответов на эти вопросы в официальном описании станции не приведено. Однако давайте посмотрим немного картинки, первой из которых будет анимация микроволнового излучения за первые числа августа. Если продолжить линию этих аномалий на Антарктиду, то мы как раз и получим приблизительно место с координатами, то есть точку в Антарктиде, где и стоят эти непонятные антенны. Давайте посмотрим, что происходит по этим координатам. Откроем гугл карты. Включим вид со спутника. Вроде бы казалось бы ничего. Давайте уберем вот это. И откроем приблизительно масштаб. Да, вот эти непонятные объекты. Вот здесь вход, который обнаружил пользователь. Вот эти антенны. Огромные сооружения. Все идентичные. Как вы думаете, что это может быть? Может быть это и не антенны, но точно какое-то сооружение. Причем все это структурировано. Явно, что это искусственное что-то. А не создание природы. Вот такие загадочные вещи здесь творятся. Если отдалить немножечко подальше, то будет видно где это происходит. Вот на этой части Антарктиды. Да, занятная картинка. Много еще неизведанного на нашей планете творится. Но вернемся к нашей статье. Вот здесь показано это место на Антарктиде, которое мы только что смотрели. Причем удивительно, что это место входит в область так называемой Новой Швабии, где согласно конспирологическим теориям Третий Рейх строил подземные базы. Заинтригованные этим обстоятельством американские конспирологи подняли карты Google версии 2013 года, сравнив старые и новые спутниковые снимки. Да, вот 2013 год, вот 2016 год. Насколько можно понять из сравнения этих снимков, на протяжении 2013-2016 года, в этом районе некто проводил своего рода археологические работы, освобождая непонятные похожие на антенны образования от снега и льда. Там, где в 2013 году спутник сфотографировал некие возвышенности, вдруг появились непонятного рода загадочные технические объекты. Что это за объекты, почему они похожи на выставленные в линию огромные антенны? Все это для исследователей остается неясным. Наиболее правдоподобным объяснением большинству представляется версия, что на самом деле немецкая станция Кахен занята не бурением льда, а исследованием построенного Третьим Рейхом некоего аналога ХАРП. Возможно, немецкие полярники его иногда даже включают, порождая ураганы в Атлантике и производя землетрясения в Тихом океане. А что думаете вы по этому поводу? Что это за загадочные объекты в Антарктике? Напишите в комментариях. Спасибо за просмотр дорогие мои, с Вами был Домовой. Не забудьте оставить лайк под видео, а еще буду рад, если подпишитесь на мой канал и включите колокольчик для уведомления о новых видео. Всем пока ребятки.